Я всегда любил компьютерные игры. Все эти красочные уровни, необычные персонажи, самые непредсказуемые сюжеты делают их похожими на фильмы и мультфильмы. Но в отличие от них, в играх вы можете стать самым непосредственным участником игрового процесса. Годы технического прогресса и желания угодить самым привередливым игроманам кардинально изменили внешний облик игр, и процесс их создания стал гораздо сложнее. Но и при этом более увлекательным. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Рабочий процесс всегда начинается с поиска и обсуждения идей будущего проекта. Сценаристы и генераторы идей собираются в одной комнате, чтобы в дружеской обстановке обсудить то, что, как им кажется, заставит игрока с головой уйти в придуманный ими мир. Эти люди понимают, что их идея должна быть передовой, так как на производство игры в среднем уходит 4 года, а за это время может произойти многое. После обсуждений лучшая идея отправляется в руки художников и дизайнеров, задача которых — придумать и передать в своих рисунках атмосферу изначальной задумки самым соблазнительным образом. Для того, чтобы передать особенности придуманного окружения в нужной манере, мы находим в интернете исходники и составляем из них множество таблиц стилей, на которые и опираемся в процессе работы. Вслед за набросками и концепт-артами создается демонстрационный ролик, цель которого — максимально ярко представить будущий проект. Чтобы, увидев его, издатель воскликнул, «Заберите мои деньги, только сделайте эту игру!» Такой ролик в большинстве случаев является лишь презентацией идеи и может в итоге кардинально отличаться от готовой игры. Именно поэтому чаще всего его показывают только спонсорам. Однако, если разработкой игры занимается независимая, или, как сейчас модно говорить, инди-студия, то трейлер выкладывается в интернет на суд общественности, которая может в дальнейшем поддержать проект во время краудфандинговых сборов. Есть готовая идея. Проработана атмосфера будущей игры и готов трейлер, но нет никаких гарантий, что игра увидит свет хотя бы одним глазком. Без финансирования студия замораживает проект до лучших времен, если не отказывается от него напрочь. Но если нужная сумма получена, то разработчики приступают к первой стадии создания, а именно пре-продакшн. Руководство связывается с актерами и композиторами, заготавливается необходимое для записи оборудование и составляется рабочий график с конкретными сроками для каждой стадии производства. Тем временем сценаристы, художники, дизайнеры и программисты начинают обогащать проект своими задумками, которые тут же проверяются на практике. Дизайнер подает нам идеи, а мы с помощью технологий их оживляем. Программисты знают, на что способны компьютеры, но воображение дизайнеров заставляет нас выходить за рамки возможного и находиться обща с самые оптимальные решения. Параллельно создается так называемый игровой движок. Без него невозможна ни одна игра, так как он одновременно является и основой, и связующим звеном между визуальными и игровыми компонентами. Он отвечает за движение персонажей, их взаимодействие с окружением, отображение графических элементов, движение камеры, реакцию игры на действия человека и так далее. Состоит движок из огромного количества строчек кода, написанных на одном из языков программирования. Поэтому, чтобы его написать, нужно быть подкованным в математике, физике и не только. Прежде чем приступить к работе, например, с движком, мы проводим много исследований. Если мы работаем над тем, как будет карабкаться персонаж, мы отправляемся на скалодром, чтобы понять, как сделать так, чтобы его движения смотрелись естественно. При переходе рисунков в трехмерное пространство начинается прототипная стадия создания игры, во время которой позволено экспериментировать со всем, что подсказывает воображение. Бывает и так, что на этой стадии участники придумывают идеи, которые могут стать причиной изменения сценария. Нередко во время производства видеоигр окончательную работу над сценарием начинают только после изготовления первого игрового прототипа. Заранее продумывают лишь отдельные моменты истории, предысторию персонажей и черновые сцены с диалогами. Повествование в играх отличается от повествования в кино, где широко распространена трехшаговая структура завязка, кульминация, развязка. Здесь все иначе, у каждой игры своя структура. При написании сценария нужно учитывать специфику игрового процесса, особенно если в игре предусмотрено несколько развитий сюжета. Также на ранней стадии создается документ игрового дизайна, в котором описывается окружение и дополнительные особенности игрового мира, своеобразные заметки и наставления, основываясь на которых художники и дизайнеры приступают к созданию отдельных сцен и игровых уровней. 3D-дизайнеры и программисты изготавливают виртуальный реквизит и текстуры, которые можно было бы видоизменять и повторно использовать при создании разнообразных игровых локаций и атмосферы, способные увлечь игрока. Итогом пре-продакшена становится первый игровой прототип, который представляет из себя 10-15 минут игрового процесса, созданного в соответствии с стандартами и требованиями от начала до конца. Делается это за тем, чтобы определиться, движется ли игра в нужном направлении и соответствует ли она изначальной задумке. Для объективности тестировать такой прототип приглашают людей, которые не участвовали в его создании. И затем на основе их мнений составляют список необходимых улучшений, которые поможут создать полноценную версию игры. Ну а после... Хотя обо всем после мы поговорим с вами уже в следующий раз. Это лишь одно из нескольких сотен видео для тех, кто любит мыслить нестандартно, ищет единомышленников для совместных проектов и мечтает вывести свое творчество на новый уровень. Если ты один из нас, то смело подписывайся на канал за кулисами творчества. Здесь ты всегда можешь быть самим собой.